Всем привет, привет, привет! С вами, как всегда, ваш любимый сынуля Красотуля. А у нас ночная пресс-конференция. По нашей ночной традиции я буду читать ваши комментарии на канале Подололича на Яндекс.Зен.Платформе. Ролик выпущен несколько часов назад. Называется «Новая посуда в новый дом. Что я купил на деньги родителей». Сейчас начну с самых первых комментариев. Читать. Так. Я делал распаковку здесь. В этой распаковке хорошие чашки, которые складываются друг к другу. Потом для приправ. Специальную. Это такая штучка. И собачья миска. Так, ладно. Начинаю читать. Любовь пишет. «Местительный домик оказался. Может веранду построить, расширить». Не хочу делать вот эти веранды, нагромождение, вот это все. Десять пристроек. Не хочу, Любовь. Спасибо за комментарий. Любовь пишет. «На зоне все нужное. Сидром Плюшкина. Это страсть к патологическому накопительному вещей. Любовь нету для Сидрома Плюшкина. Я просто домичек обустраиваю. Чтобы здесь не было голых стен. Также Любовь пишет. «Масло из такой бутылки со временем плохо льется». Ну, может быть, может быть, может быть, Любовь. Людмила 1218 пишет. «Почему никто не дарит сынули красотулик подарки? Никто уже тысячу лет не прислал подарков». Любовь пишет. «Собачий контейнер – хорошая, нужная вещь». Согласен. Марина Каргепова пишет. «Кто вам сказал, что вы наш любимый сынулька?» Он, кстати, 73-ка. «Да еще и красотулька. Вы себя давно в зеркале видели. Это же просто ужас. Какой ужас. Где вы видели ужас? Нормальный капец. Вспомните мультфильм о малыши Карлсон? Я мужчина средних лет. Еще ого-го. Так, Евгений Акименко пишет. «Я не понимаю, отписала сегодня, смотрю опять. Оказывается, я подписан. Не хочу смотреть. Вранье, грязь всех их». Галина Макушевская пишет. «Ты умный». «Кто о чем пишет, почему-то сразу подумала, что галстуки бабочки сидит, чуть бокал не выронила. Челюстью ноги отбила». «Кто о чем вы? Осторожно, челюстью». Ну, как-то осторожнее, может. Может. Я почему-то сразу спонял. Помните, в фильмах вынимает челюсть. Так, в бокал так. Раз, в стакан. Ну, ладно. «Выскочка» пишет. «Идет. Деньги родителей давно закончились. Как можно перепутать миски?» «Да, можно перепутать. Я же выскочка много снимаю. Там уже не написано. Миска, миска. Сверху я сперва не понял. Потому что, смотрите, у нас же доставка такая. Они откладывают, 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 откладывают. И там все эти коробки путаются. А сверху коробок ничего не написано. А я же снимаю одним кадром. То есть, я жду собачью миску. Это должно было позже прийти. Вот эти чашки. Ивана пишет. «Ты лжец и хам». «Выскочка» пишет. «Это похоже на стопку горшков детских из одного известного фильма». Я не знаю, о каком фильме идет это. Смотрите. Такая посуда занимает меньшее место на кухне. Да многие повара, почти все известные повара, в том числе и я. Самые известные пользуются такой посудой. Кто о чем пишет? Господи, неужели первый раз мельнички видят и контейнеры, которые пищевые, больше для собачки подходят? На первый и второй компот можно менять, пока моешь. В чем я сомневаюсь, не будешь ты, Игорь, мыть собачьи миски. Так, кто о чем пишет? Фотографии дяди Федора из простоквашина. Также, кто о чем пишет? Теперь весь день мельничками играть будет. Посуда у нас такая в садике была. Мы в песочнице с такой игрались. Из серии «Мадонна алюминиевая». Кому не хочется отмывать, фу-фу-фу. Понятно. Анна Попкова пишет. Не будешь в этих больших контейнерах себе еду таскать от мамы? А, ну будешь таскать от мамы еду? Да я не такой, чтобы я от мамы таскал еду. Так, Анна Федосеева пишет. Интересно, зачем производители делают чашки для собак на 4 литра? Это для салона. А Жанна Федосеева не обязательно 4 литра наливать. То есть, чашка хорошо объемная, когда не маленькая. Больше и меньше туда вот еды для собаки. Да и собаки бывают разные. То есть, голубая. И ей удобнее есть. Кто о чем пишет, крутите барабан. Я тащусь. Я так хохоталась. Главное пожрать. Но правда, Питер Пэм приставила. Сидят втроем за столом и ерунду крутят. Понятно. Ирина Терехова пишет. Доброе утро всем и доброго дня. Спасибо большое за положительный комментарий. Ирина Терехова. Так, Ирусик Кустякова пишет. Или Кустякова все время твердит про чистоту и оправданность. Но народ почему-то ему не верит и называет его гризнули. Тоже сказал, что я гризнули. Так, то о чем пишет, Игорь, для себя Америку открыл. Что есть такая посуда, мебель и так далее. Люди уже давно этим пользуются. Но я знаю, что люди давно кухонной мебелью кухонной, утварью пользуются. Да и вообще мебелью. Но я же делаю распаковку, что я взял. Просто как у меня день прошел. Ирина Терехова пишет. Металлические контейнеры с нержавейки долговечные. Хорошо удерживать тепло и безопаснее пластика. Отличная покупка. Спасибо за положительный комментарий. Ирина Терехова всегда за поддержку. В комментариях. А выскочкой пишет. Игорь, отстань от мельницы. Все равно не поймешь. Да понял я, понял. Я вас проверял. Выскочка. Друг вы не знаете, как там и что крутить. Так, Ирина Терехова пишет. Игорь, молодец для собачки. Миска симпатичная. Спасибо. Кто о чем пишет. Глубокое счастье. Это хорошо, что глубокое много еды туда поместится. Клюква пишет. Правильно Игорь, покупай себе все. А мама обойдется старыми пластиковыми мисками. Доской, зарезанной ножом канцелярским. Ты, главное, почаще как говори нормально. Да все так живут. Клюква. Есть у нас ножи. И, ну как сказать. Есть, да, ножи. Почему-то привычно мне канцелярским вот этим ножом обмотан. Блин. Галина Кровкова пишет. Наконец, для Дины Миска. Спасибо, Галина Кровкова. Реечка пишет. Игорь, ты купил все это на заработанные свои деньги от Дзена и Ютуба. Ну никак. Забудьте, Реечка, вообще про Ютуб. Я оттуда никогда ни копейки не получал с этого Ютуба вообще. Закроет его и флаг с ним. Просто жалко, что много тысяч видеороликов потеряется. Флаг на этот Ютуб. Там, как с самого начала, не пошло так. И как-то вот. Там, да, есть хорошие подписчики. Все-таки я много лет выкладываю. Я зеркалю ролики. Но там, как не было достойных показов, так и нет. И ничего я с него не получил. То есть сил и времени затрачено много. Знаете, я, наверное, один из тех блогеров, который 6 лет, да, 6-й год ведет канал на Ютубе у меня на подвале Ильича. Не вот этих коротких, как по шаблону, минутных видеороликов. А нормального контента много, там на подвале Ильича. 2300 тысяч видеороликов. 2300. У мамы, по-моему, 860. У отца под 700. Мне просто жалко потраченного времени, когда он закроется. Мне просто времени жалко, но я ничего не получил. Правда? Мне так не везло. Мне с показами не везло. Вы знаете, что если много показов, то будешь популярным. Так, подпиши, сколько лет прошло с постройки большого дома. И почему ты не занимался интерьером, и живете как в Клеву. Да нормально. Нормально мы живем. И живем по-простому. Звезд неба не хватает. Ой, простите. Выскочка пишет. Детский сад. Подпишет. Для такой собачки миски нужен теперь красивый вольер. Не будет вольера. Красивый носик пишет. Неужели у Динки новая миска? Реечка пишет. Огород-мельница. Это не для твоего ума. В детстве, наверное, пирамидки не собирал. Мама тобой не занималась. Так. Не знаю, Реечка. Вам мама помогала собирать пирамидки? А я сам собирал. В детстве. Красивый носик пишет. Да ты даже не знаешь, что заказываешь на Азоне. Да знаю я, что заказываю. Просто я объяснил, что не всегда на коробках написано, что именно приходит. А каждый раз залазить в Азон, отслеживать, что дано. Курьеру тоже постоянно сидеть нет времени. Выскочки пишет. Не ври. Лудинный пятый год. Одна и та же кривая. Жестяная мелкая миска. Ты эту миску купил для сона. Красивый носик пишет. Посуды какой-то походный понабрал, как будто в поход собрался. Ну и вкусы у тебя, что по интерьеру, что в посуде. Нормальные вкусы. Красивые картинки со светами от Ольги Виноградовой. Спасибо, Ольга Виноградова. Прекрасного настроения. Спасибо огромное. Светлые картинки в куче хейтерских комментариев. Красивый носик пишет. Ой, как пятилетний ребенок развлекается. Не надо с защитниками писать, как это он шутит. Вы шутки понимаете немного. Я же шутил, когда крутил барабан. Крутите барабан. Почему, если так походит? Ольга Виноградова, спасибо за картинки. Я буду спешить. У меня телефон сейчас разродится. Так, Геннадий Энн пишет. Игорь, ты ошибся. Написал родителей пенсионеров, наверное, родителей олигархов. Да, ну? Геннадий Энн пишет. Вот это заморочка со специями. ННС пишет. Сколько бесполезных вещей. Геннадий Энн пишет. Десертная ложка больше чайной, но меньше столовой. Спасибо, Геннадий Энн. Ольга Виноградова, спасибо за картинки. Людмила Король пишет. Неужто миска для собаки, а почему на деньги родителей пенсионеров? По-моему, ты неплохо зарабатываешь со своих роликов. Яяя пишет. Доброе утро. Всем каждый покупает и живет по своим возможностям. Еще хорошо бы кольцо или вирану сделать, чтобы не сразу на улицу выходить. Ольга, спасибо за комментарий. Но я не хочу вот эти никакие пристройки. Я потом сделаю навес. Навес сделал. Кто смотрел предыдущий ролик, не в этом дело, что поднять не может. Там толщина металла больше сантиметров. Палец, короче. Палец, и она адски тяжелая труба. Потом все-таки у меня есть поддоны. Я изначально хотел себя делать это безопасно. поднимать, постановить их. И все. Ну, решили с отцом взять нахрапом, чтобы не мучиться. А сама труба, это вот эта тяжелая. Багадски тяжелая. Там у любого качка, с качалки взять, или из штангиста. Деально тяжелая. Есть по три сотни килограмм, наверное. Ну, три сотни нет, ну, 270 точно. Есть такая фигня. Кстати, вот эту трубу, я вот ее болгаркой срезал. Обрезал, показывал, что вот этот палец, толщина металла. Диаметр у нее 15 сантиметров, по-моему, 15 с половиной. И вот эта труба давно у нас, уже лет, наверное, 25. А ее, тогда, когда металл валялся везде, действительно, в полях везде, железо выкидывали, вообще все выкидывали, все в железе было, валялось. Собирали только сведнину. Отец привез, короче, вот выбросили эту трубу. Она, говорит, стояла где-то в этом заводе, на паровом этом. И эту трубу, посчитали, что она сильно стончилась. Я вот смотрю, Советский ГОСТ, да, например, взять вот это. Ну, вот эти. Советский, смотрите, сейчас я с отцом разговариваю, просто сегодня. Взять вот, например, Советский ГОСТ, выбросили трубу, сантиметр, этот, толщина металла, сантиметр. А сейчас, по ТУ, 2 миллиметра. Короче, вот этот, то, что металлопроказ сейчас продает, это детский лепет, детская игрушка. Так, ладно, не будем об этом. Потом, все равно, я ее поставлю. Мы ее замуруем туда, и она будет навечно там стоять, эта труба, лет на сто. Ну, а через 50 лет, что там будет, и Васи не чешись. Так, Людмила Байлониста пишет, Игорь, тонкий металл какой-то у вашей собаки, та старая миска, лучше кажется. Это хорошая, это хорошая миска, Людмила Байлониста. При морозе язык прилипнет к этой новой чашке. А, смотрите, Людмила Байлониста всегда делаешь теплым, то есть собака сразу съедает, и, это, не прилипает язык. Светлана Берникова пишет, ну, что сказать, кухонное утро приобретено, можно теперь устанавливать пель на весь мир, звать гостей. Света Светлана пишет, вот бестолковый заказал мельницу, а что с ней делать, не знает. Елена Калина пишет, детский сад, блин. Наталья Малышева пишет, аферист, зачем липовые подписки на нас оформляешь? Я вас не подписываю. Светлана пишет, хорошего вам дня, Игорь, пусть все неудачи, все неприятности, сегодня обходят вас стороной. Спасибо, Светлана. Наталья Полянская пишет, с детства видно, игрушек не было, так хоть сейчас сынок поиграет. Татьяна Чухина пишет, ложечка поменьше чайной, называется кофейной. десертная ложка наоборот, побольше чайной. Татьяна Чухина, спасибо. Так, Наталья Полянская пишет, зачем тебе миллион долларов? Да, лучше 100 миллионов рублей. Зачем нам эта буржуйская бумага напечатанная? Правильно? Полина пишет, никогда десертная ложка не была меньше чайной. У тебя по всей видимости ложка кофейная. Ты в следующий раз думай. Бусаргина пишет, вы же знаете, десертная ложка меньше чайной. Хе-хе. Ольга Морозова пишет, предлагаю залюбоваться картинками на канале. Бусаргина пишет, вся эта посуда не очень. Кто о чем пишет, с детства дети все знают про ложечки в тайге, что ли, жили. Давай я в тайге пять лет фактически жил. Настоящий, где Бузьеволова, лёжник, а не лесочкой. Там трава, пройдешь с паутинами и темнотам. И такие места, когда с отцом занимались, такие места, не очень любил я. В своей жизни встречался два раза с медведем. Валентина Павлюкова пишет, запомни, инженер. Чайная это Китай. Чайная это чай. Так, это Китай. Джапан. Это Япония. Пишу на русском, похоже на английском. Не понимаю. Валентина Павлюкова. Кстати, кто не знает, я, сынуля красотуля, не только известный, изящный, повар. Я еще и самый лучший повар. У меня еще сколько? Пять высших инженерных образований. А еще я художник, писатель. Как я забыл-то? Но струни варю. Дизайнер или чел. Вот как там. А, еще я полигод. Говорю на 100 языках. Валентина Павлюкова. Валентина Павлюкова. Я прекрасно знаю об этом. И Джапан. Это Япония. Валентина Павлюкова. Аригато. 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 Павлюкова пишет распаковку. И правда, очень интересный. Динку с новой миской. Прикольная, крутящаяся посудка. Мудронный органайзер для специй. Все, у меня телефон сейчас выключится. Лена, спасибо за комментарий. И всем тем, кто действительно нормальный, адекватный комментарий подписал. Пальчиком леду. А то ладно, поставим стол. Бывает, жизнь и огорчение. Хочешься нахрапом взять по-быстрому, по-быстрому. Получается так, как получается. Да? Все. Всем мира, добра, удачи. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok